Здравствуйте, уважаемые друзья! С Вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим, как уберечь своего кота от мочекаменной болезни, которая у котов, кстати, бывает очень часто. Кошки болеют реже, чем у коты, но тоже болеют достаточно часто. В последнее время мочекаменная болезнь кошек встречается все чаще и чаще. Мочекаменная болезнь или уролитиаз – самое распространенное и самое опасное заболевание у кошачьих. Высокая смертность – тому подтверждение. Сразу же возникает два вопроса. Почему и как уберечь? Чтобы это понять, надо сначала разобраться в механизме возникновения данного заболевания. Это достаточно сложно, но я постараюсь это объяснить схематически. Итак, мочекаменная болезнь кошек – это когда в почках или других органах мочеводелительной системы образуются камни. Почки – это фильтр организма, который выводит из организма все, что ему не нужно. Все эти ненужные вещества вредны для организма и называются они токсинами. Откуда берутся эти вещества? В основном это продукты переработки пищи. Когда вы что-то готовите на кухне, то у вас тоже получается масса отходов. Суп сварили, а на столе образовалась целая горка из очистки от картошки, морковки, лука. В организм результаты переработки пищи тоже много отходов получается и все это выводится через почки. Процесс выведения токсинов из организма происходит в жидкой среде при определенной кислотности. Жидкая среда – это не что иное, как моча. Процесс выведения токсинов с мочой – отлаженный механизм, который формировался сотни тысяч лет и он настроен под особенности типа питания кошек. А самая главная особенность кошек в том, что кошки – существа плотоядные. Это значит, что для того, чтобы этот механизм работал нормально, то кошки должны потреблять мясо. Только тогда организм кошки получит все необходимые ей вещества. Если же кошка вместо мяса будет потреблять какие-то другие продукты, особенно несвойственные ей, то при их переваривании у нее в организме будет образовываться множество других побочных токсичных продуктов. Так вот эти токсичные продукты меняют кислотность мочи. Кислотность мочи и ее концентрация – это те показатели, от которых зависит эффективность почечного фильтра. При изменении кислотности мочи токсичные вещества, которые есть в моче и которые должны выводиться, начинают кристаллизовываться и выпадать в осадок. Вот вам и камни. Причем одни несвойственные кошки продукты делают мочу кислой, а другие наоборот щелочной. В зависимости от этого у кошки образуются разные виды камней, или струвиты, трипельфосфаты, или оксалаты, или фосфаты, есть еще и другие камни, но они у кошек встречаются реже. Если же меняется кислотность мочи, а моча при этом еще и очень концентрирована, то процесс образования камней происходит быстрее. А здесь следует помнить, что моча у кошек сама по себе очень концентрирована, так как мясо и прочий белок при переваривании дают очень много отходов. Это раз. А второе, это то, что кошки не любят пить воду. И если кошки забыли поставить воду или вода ей не нравится, то кошка пить не будет. Вот вам и увеличение концентрации мочи. Теперь вернемся к продуктам. Что такое несвойственные кошки продукты? Это те продукты, которые кошка исторически раньше не ела и в которых мало мяса. Классический пример свойственного кошки корма это мышь. Этот пример очень любят упоминать западные кошачьи диетологи. Также в дикой природе кошка питается и другими мелкими резунами. Вот такая разнообразная мясная структура питания обеспечивает кошке максимум здоровья на длительные годы. Я не имею ввиду, чтобы вы свою кошку кормили мышами. Нет, но это значит, что кошка должна получать разнообразную мясную пищу. Только такое питание сможет обеспечить кошке сбалансированность рациона. А так как рацион кошки на 90% мяса, то под сбалансированностью рациона я бы в первую очередь подразумевал сбалансированность аминокислотного состава. Именно сбалансированность по соотношению аминокислот и дает наибольшую гарантию по недопущению мочекаменной болезни у кошек. От какого типа кормления кошка может заработать мочекаменные болезни? Да в принципе от любого. Мочекаменная болезнь у кошки может возникнуть что от кормления ее сухими кормами, что от кормления ее натуральными кормами. Ведь требования к составу корма одни и те же, что к сухому, что к натуральному. Корм должен содержать компоненты животного происхождения и должен быть сбалансирован по аминокислотному составу. При этом кошка должна потреблять достаточное количество качественной воды. Еще раз повторюсь, что вода важна для всех живых существ, в том числе и для человека, но для кошек качество воды имеет особое значение. Это относится к особенностям кошачьего организма. Чем больше в корме растительного белка, растительных углеводов и растительных жиров, тем больше вероятность возникновения мочекаменной болезни. Кормление кошки высококачественным белком, причем разнообразным, это залог ее здоровья и долголетия. Это должно быть и мускульное мясо, и всевозможные субпродукты, и даже рыба. И все это должно быть сбалансировано, чтобы удовлетворить все потребности кошачьего организма. Кормление кошки сухим кормом, в котором преобладают всевозможные растительные компоненты, это прямой путь к развитию мочекаменной болезни. И точно также кормление кошки, например, одной печенью, рыбой или какими-то другими пищевыми отходами, рано или поздно тоже приведут к возникновению мочекаменной болезни. А если при этом стараться впихнуть в кошку еще и максимум какой-то каши, то этот процесс пойдет еще быстрее. Казалось бы все просто, кормить кошку правильно, но случаев мочекаменной болезни становится все больше и больше. Почему? Для себя я сделал такой вывод, что большинство владельцев кошек просто не задумывается об этом и не отдают себе отчет, чем они кормят своих животных. При этом большинство владельцев кошек покупают или сухие корма очень невысокого качества или кормят своих кошек однообразно какими-то пищевыми отходами и дают очень много всевозможных углеводных продуктов. Короче, всячески пытаются сэкономить на кормлении кошек. Как человек я все это понимаю, но как ветеринарный врач также понимаю, что чему это приводит, что рано или поздно это приведет к мочекаменной болезни. Но тут уж выбор за владельцем. Итак, резюмирую, что игнорирование принципов адекватного кормления кошки и недопонимание важности потребления кошкой воды, это и есть самая главная причина возникновения мочекаменной болезни. А потом уйдут всякие предрасположенности, нарушения обмена веществ и всевозможные другие патологии. Кормите своих кошек правильно. Побольше разнообразного мяса, поменьше растительных компонентов и будет вашей кошке счастье, то есть кошка будет здоровой. Вот такой тип кормления, это и есть самая надежная защита вашей кошки от возникновения мочекаменной болезни. Да, чуть не забыл, периодически сдавайте мочу для определения кислотности. Меня очень часто спрашивают, так как правильно сбалансировать рацион кошки. Почему-то всем сразу в голову, при этом приходят какие-то сложные расчеты, таблицы и для того, чтобы правильно кормить кошку, надо иметь ветеринарное образование, а потом еще и сертификат диетолога получить, и конечно же от одного из производителей сухих кормов. Это шутка. А если серьезно, то не заморачивайтесь на этом и не усложняйте себе жизнь. Самое главное при составлении сбалансированного рациона кошки, это обеспечить ей разнообразное адекватное питание, свойственное ей кормами. Всегда помните, что сбалансированность рациона по соотношению аминокислот дает наибольшую гарантию по недопущению мочекаменной болезни у кошек. Теоретически, при помощи всевозможных анализов и расчетов, можно сбалансировать рацион, используя всякий пищевой мусор. И если для кошек такое балансирование звучит как теория, то в промышленном животноводстве, например, это обыденность. Чтобы удешевить стоимость мяса, в рацион свиней или птицы добавляют всякие пищевые компоненты, которые раньше просто выбрасывались или не использовались. При этом в рацион добавляют массу ферментов, добавок, микро и макроэлементы. Сложно все даже перечислить. Это десятки наименований. И если раньше кормовики делали анализ крови животных максимум на 8 компонентов, то сейчас этот счет уже идет на сотни компонентов. Идет постоянная конкуренция за удешевление рациона. Для кошек такие принципы не подойдут, хотя теоретически это можно сделать. Да что там теоретически, во многих сухих некачественных кормах для кошек именно такие подходы и заложены. При помощи современных технологий можно создать такой корм, что кошка легко может съесть даже самое откровенное дерьмо и при этом какое-то время даже и проживет. Но кошка не свинья, она должна жить долго и при этом не болеть. Если все же у Вас возникли какие-то сомнения по поводу правильности кормления, то тогда сдайте на анализ мочу и проконсультируйте со специалистом. Если же к этому относиться легкомысленно, то потом надо быть готовым разбираться во всех этих струвитах, оксалатах и бегать по ветклиникам. Лечить кошку и постоянно думать, а чем же ее кормить. Не надо этого делать, отнеситесь к этому серьезно. Этим и сохраните здоровье кошки, свое время, ну и конечно же деньги. Ну а пока на этом все. Берегите своих кошек и кормите их правильно. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.